Видите, я даже одел очки, чтобы все лучше рассмотреть. Действительно, очень красивый город. Но я хочу вам показать вот такую пекарню. Писано, заходы, да посмакуй. Вот она, чем нам понравилась. Такой двор, ее не сразу найдешь. Вот она здесь. Очень вкусно. А они тут сами пекут и демократичные цены. Вот запах плетенка. Мы взяли со смородиной. Тут, видите, много местных, потому что действительно вкусно и недорого. Мы взяли большую плетенку со смородиной, взяли еще какую-то булочку, еще что-то и вышло всего 14 гривен. То есть, если сравнить, что во Львове, правда там на центральных улицах, один круассан стоит порядка 30, намного меньше. А здесь и дешево, и оказалось очень вкусно. Действительно, хорошее пропеченное тесто. Прямо тает во рту. Так что, можете судить о ценах. А мы далее идем по Стрию, наслаждаемся австрийским колоритом. И очень чистый воздух. Тут, в принципе, все недалеко, насколько я понял. Можно пройти пешком. И вроде бы и в городе находишься. И в то же время недалеко природа. 60 с чем-то километров до Львова. 100 до Ивано-Франковска. Близко к границе. Там 45 до Трусковца. Так что, очень хорошая развязка. Город очень так удачно расположен. Он компактный, красивый. И, насколько я понял, довольно зажиточный. То есть, тут люди зарабатывают. Потому что, смотрю, вот и магазины, и так вот по архитектуре. Он такой. Сравнить его, допустим, с Драгобычем, то он в разы, конечно, лучше. Драгобыч, он какой-то немного, ну, может быть, не доведенный до ума. Там есть красивые памятники. Но все это как-то вот наряду с застройками 90-х годов. Там еще бывшего Союза. И как-то вот сейчас с рекламой. Ну, не так хорошо смотрится. А здесь и очень красиво. И вот там дальше, в площади, очень много рынков. Там есть продуктовый рынок, есть много продовольственных рынков. Торгуют, есть, ну, люди разные. Есть фирменные вещи, есть секонд-хенд. И очень много людей торгуют. То есть, еще раз, говорит о том, что, ну, город с чего-то живет. Как-то зарабатывает. Много приезжих, люди тут покупают. Значит, это еще приносят деньги в город. То есть, мне кажется, стоит присмотреться к Стрию. Очень удачное расположение, небольшой город и нормальный уровень жизни. Ну, я еще раз узнаю. Надо будет посмотреть теперь более детально информацию по Стрию. А пока город очень понравился. Вот сниму еще с этого ракурса. И вот этот храм. А мы пойдем еще раз к костелу. Он вот находится... Если идти по этой улице, там он виден его шпиль. И мы сейчас пройдем туда. Посмотрим еще раз костел. Потому что... А, вон видно между домами. Потому что тогда он... Мы как-то его проскочили быстро. Что это за табличка? Вангелис Маттей. Наверное, тоже какой-то памятный персонаж. К сожалению, не знаю, кто это. Вот такие резные двери. И там дворик. Сушится белье, живут люди. А вот этот дом ближе, который я вам показывал ранее. Вот еще какая-то доска памятная. Наверное, это тоже по поводу Божьей Матери. Тут вообще очень такой религиозный народ. Они серьезно относятся. К святымка. И вон герб Стрия. Я так понимаю, такая брама. И человек. С торбой или с чем он? Матери. Продолжение следует...